Всем привет, друзья! У нас в сети магазинов первая коляска First Buggy очередное классное пополнение в ассортименте. Правда, она не вчера появилась, уже какое-то время она у нас продается. Кстати, у нас в сети очень тщательно выбираются коляски для ассортимента. Даже в одном бренде у нас, вот если бренд есть, не весь модельный ряд представлен, потому что некоторые модели у некоторых брендов не очень удачные. Мы их отсеиваем и продаем только самые проверенные коляски. Поэтому вот эта колясочка одна из таких Inglisino бренд итальянский, вдруг кто забыл. Моделька называется Now. Это легкая, компактная прогулочная коляска. Для путешествий очень хорошо подходит, ну, скажем так, для прогулок без снега. В остальное время года с ней можно прекрасно жить. Snapgrade цвет называется, который сейчас у нас с вами на обзоре. Наверное, один из самых практичных, удачных цветов. Да, он скучноватый, кто-то с серой мышью может назвать, как угодно. Но это самый удачный, самый популярный, самый практичный цвет. Самый удобный цвет. На нем меньше всего видно грязь, пыль и тому подобное. В двух словах, технические характеристики базовые давайте разберем. Точные, подробнейшие характеристики будут по ссылке внизу в описании. Там пройдете, посмотрите, есть ли у вас после обзора останутся вопросы. Вес сиденья, вот как сейчас мы видим колясочку, она весит 7,2 килограмма. Это не самая легкая коляска, но это не тяжелая коляска. 7,2 килограмма абсолютно адекватный вес. Любая мамочка с этим весом справится. С наклоном спинки у нас 120-160. Не самый крутой показатель, но достаточный для комфортной прогулки с ребенком. Позиционирует производитель, что можно гонять с этой колясочкой с 6 месяцев. И до 20, не подождите, до 4 приблизительно лет. Обычно производитель указывает 22 килограмма максимальный вес ребенка, который выдерживает колясочки. Но у этого производителя указано 15 килограмм. Но на самом деле, друзья, одна и та же модель с разными поставками может быть 22 килограмма, какая-то 15. Я так полагаю, что как автомобиль растаможить с объемом двигателя, какой-то дороже, какой-то дешевле. Вот, собственно, мне кажется, это все с растаможкой, скажем так, товара связано. Потому что реально бывают такие ситуации, что одна и та же коляска. Я к тому, что выдерживает нормальный абсолютно вес. Не парьтесь на эту тему. 52 сантиметра у нас колесная база. Везде, любой проход, проемчик, везде вы спокойно поместитесь. Давайте взглянем, что в комплекте идет. Ну, идет только очень хорошее настроение от классной коляски, приобретенной. И больше ничего, на самом деле, здесь нет. Подстаканник бы я единственное рекомендовал докупить. Такая в теплое время года очень актуальная вещь. Я ссылку, кстати, вниз добавлю. В описании сможете там пройти, выбрать, купить. Начнем изучение. Сверху вниз, друзья. Что касается ручки. Эко-кожа. Все дорого, богато, классно. Прострочка, все как во взрослых, дорогих колясочках. Классно. Единственное, тонковатая ручка. Я люблю потолще. Но это все ерунда. Она не регулируется никаким образом. Ни по вылету, ни по наклону. Имейте в виду. Вот у меня 186 рост. Поэтому проецируйте, как будет вам. Что касается ткани. Друзья, здесь ткань не супер. Там какая-то гладенькая, шелковистая. Но это вот ткань очень прочная и долговечная. Это самое важное. Она легко чистится. Это достаточно плотная такая ткань. Напоминает. Ну, джинсу не совсем напоминает, конечно. Но что-то отдаленное. Но очень прочная, хорошая, как показывает опыт, ткань. Козырек здесь у нас вот с этой дополнительной секцией. Я ее сразу открыл, потому что наверняка вы ее откроете. Так она всегда и будет. Также есть у нас смотровое окошечко. Можно наблюдать за ребеночком. Очень удобненько. Регулируется он у нас практически бесшумно. Маленький звучок какой-то присутствует. Но вашего ребенка не напугает стопроцентно. Смотрите. Вот эта вот стенка задняя. Здесь, видите, нет никакой сеточки. Ее можно просто... Вот видите, она внахлёст открывается и закрывается. Если нужно проветрить, вы ее полностью открываете. Но что классно, в плохую погоду она глубоко внахлёст идет. Ребенку там не задувает. В общем, стеночка здесь вот как есть, друзья. Давайте посмотрим, как регулируется. Здесь у нас, видите, система ремешков. Что нам нужно, чтобы отрегулировать? Тянем за два ремешка. Спинка поднимается. И что я отнесу к плюсам, то что коляска 120 градусов, как я говорил. Достаточно высокая посадка по наклону, имею в виду. Не совсем капитанская посадка, но вполне себе ребенок сильно назад не завален. Спинка высокая, мягкая, пятиточные ремни и мягкие накладки. Причем по-настоящему мягкие накладки на паховой зоне. В общем, все хорошо. Пятиточные ремни. Все как полагается. Давайте посмотрим, как у нас регулируется здесь бампер. Сейчас я кнопочку найду. И он откидывается у нас как калиточка и вниз убирается, чтобы удобно можно было посадить ребеночка беспрепятственно. Также у нас подножечко регулируемое. Все как полагается. Единственное, вот здесь подножечко бы я хотел видеть. Эко-кожа или прорезиненность. Что-то в этом духе, чтобы легче было ухаживать. И ступенька для ребенка. Все как полагается, друзья. Так, давайте с вами теперь разберем, что у нас у основания. Здесь у нас, друзья, большой багажник с хорошим доступом и спереди, и сзади, с хорошими боковыми частями, высокими бортами. Ничего никуда падать не будет. Борта и спереди, и сзади достаточные, чтобы когда заезжаете, у вас все не вывалилось отсюда. Как по мне, багажник топчик. Вот в такого рода колясках больше маловероятного, что вы где-то увидите. Он хорошо, прочно прикреплен к раме. И это не такая хрипкая, знаете, сеточка, от которой чиха рвется. Здесь все с этим хорошо. Так, колеса, друзья, просто полиуретан. Мягенькие, нормальные колеса. Все хорошо. Тормоз. Сейчас поставили, сняли. Единственное, можно, в принципе, сверху сильно надавить. Он отстегнется с тормоза, но предполагается, что вы будете давить снизу, снимая с тормоза. Ну, вот такое себе. Но как есть. Так, что касается передних колес, естественно, у нас хороший антишок. Все здорово. Сзади давайте взглянем. Тоже есть амортизация. Причем на всех четырех колесах с большим таким ходом. В принципе, то, что еще, да что еще нужно, как говорится. Так, давайте теперь взглянем, как эта вся конструкция складывается. Чтобы ее сложить, друзья, здесь у нас есть кнопочка. И сбоку еще одна. Нажимаем маленькую, потом большую. И запрокидываем ее. Вот таким образом. Так, надо было сначала спинку регулировать. Я ее просто складывал, когда она была в лежачем положении, и не складывал ее, когда она в сидячем. Поэтому сейчас для меня тоже новый опыт. Все, видите? Вот сейчас она, спинка была по-другому, и она никуда не упирается. Все хорошо. Так, здесь опрокидываем. И, собственно, вот таким образом все это выглядит. Достаточно компактная конструкция. Есть фиксатор, который не дает всему этому добру разложиться. В общем, вот такая история. И, видите, имейте в виду, когда спинка опущена, тогда она складывается хорошо. Ничего-то не топочется особо. Так, раскладываем. Как говорится, есть нюансы. Ну, а где их нет, друзья? Нюансы есть везде. Ну, а в целом, вот огромная, жирная такая вот, жирный такой плюс этой коляски, это то, что, друзья, она стоит очень-очень адекватных денег. Сейчас акция идет. Опять же, цену актуальную по ссылке внизу в описании. Акция то есть, то нету. Поэтому на момент просмотра этого видео заходите, смотрите цену. Но цена прям, ну, дешевле просто даром, друзья. Ну, вот серьезно вам говорю. Кстати, козырек с защитой от ультрафиолета. PF50+, называется стандарт. Поэтому все по-взрослому, все хорошо. Так, в принципе, добавить мне больше нечего, друзья. Все, что хотел я вам рассказать, я рассказал. Вот, вопросы есть, комментарии открыты. Пишите, пообщаемся. Ну, а вам хорошего гранатного выбора и удачной дороги. Всем пока. Пока.